Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями об использовании смарт-пылесоса Xiaomi. И хочется сказать, что есть гаджеты, которые созданы для развлечения, а есть гаджеты, которые становятся просто незаменимыми в повседневной жизни с точки зрения именно вот практического применения. И пылесос такой Xiaomi Vacuum как раз полезный гаджет. Я им пропользовался достаточно большое количество времени, это около полутора месяцев он находился у меня дома и усердно все это время убирал. И сейчас я хочу вам рассказать, почему я выбрал именно эту модель и почему я очень рекомендую купить именно Xiaomi Vacuum. Поехали! Знаете, раньше буквально красным днем календаря в графике был день уборки дома. Ну я думаю вы понимаете меня, пропылесосить, все поубирать это реально занимает много времени и так вот лень на выходные этим заниматься. С таким вот смарт-пылесосом реально генеральную уборку можно будет делать раз в несколько недель, если не раз в месяц, все зависит от того, насколько в чистом доме вы привыкли жить. Такой пылесос можно настроить на уборку в то время, когда у вас нет дома, то есть каждый день он будет сам ехать и убирать. И я вам хочу сказать, что это прям заметно ощущается, потому что раньше, когда мы убирали дома раз в неделю, то понятное дело за неделю какая-то пыль на кухне, возможно какая-то еда падала, мелкая я имею ввиду. И вот было какое-то состояние дома, что вот пора убирать. Когда появился такой вот Xiaomi вакуум робот, то реально ты приходишь каждый день домой и дома чисто. Ну понятное дело, что с полочек, со шкафчиков он сам не уберет, но реально пол всегда чистый и это очень здорово. Естественно, в труднодоступные места, например, если у вас есть какие-то шкафы, которые не вплотную к стенке и там он не может туда физически заехать, то там естественно вам нужно будет убрать пылесосом. Именно поэтому мне кажется, что полностью заменить обычный пылесос он не может, потому что иногда нужно что-то отодвинуть, нужно подвинуть и все-таки взять обычный классический пылесос. Но с таким вот смарт-пылесосом реально ты каждый день приходишь домой и у тебя каждый день чисто. Принцип работы очень простой. Для того, чтобы он начал уборку, вам не нужно к нему подходить, нажимать кнопку. Нет, это уже прошлый век, тем более это смарт-пылесос. Вам после того, как вы все настроите, об этом я чуть позже расскажу, нужно лишь запрограммировать график уборки, либо просто воспользоваться приложением и удаленно запустить его. Он у вас дома, находится на такой вот док-станции. Это вот его, так сказать, домашнее место. Вы его ставите где-то под стенкой, он сюда вот заезжает, становится на зарядку и стоит всегда заряженный. Это тоже очень здорово, потому что не надо думать о том, что вы зарядили, не зарядили. Он сам об этом побеспокоится. После чего вы просто либо начинаете уборку по заданному графику, который вы сделали в приложении, либо просто вручную инициируете. Как он убирает? Тут вот тоже очень интересно, и почему я выбрал именно этот пылесос, как раз вот находится вот в этой вот шайбочке, которая находится на верхней части устройства. Тут находится сканер, который вращается с огромной скоростью, и этот робот сканирует ваше помещение и составляет правильный план уборки. То есть он не просто рендомно ездит куда-то, отталкивается, ездит там как-то зигзагообразно. Нет. Он сканирует помещение, он понимает комнаты, он понимает дом, квартиру, неважно что у вас. Он убирает по очереди каждую комнату и делает это максимально эффективно. То есть нет таких областей, в которые он случайно не заедет. Разве что если он физически туда не помещается, то его там, естественно, не будет. В размерах он не уменьшится. И это очень здорово. Немаловажным фактором является то, что у него на нижней части находятся специальные датчики, которые избегают падения с лестницы. У меня дом и со второго этажа, когда он подъезжал к лестнице, я, честно говоря, испугался и даже его сам остановил первый раз. Потом все-таки узнал, прочитал, что они есть. И вы знаете, он подъехал, остановился и дальше не поехал. Ну как, он почти уже спрыгнул, я думал он сейчас как покатится, но остановился, развернулся и поехал дальше. Это очень здорово и важно для тех, кто живет в частном доме. Также по поводу безопасности вашей мебели и предметов, которые стоят, таких как, я не знаю, какой-то торшер. На передней части устройства находится вот такой вот огромный бампер. Когда он подъезжает к мебели, во-первых, тут находится ультразвуковой датчик и он приостанавливается, когда подъезжает к стенке, либо к крупному объекту. Но если он даже его ультразвуковым этим датчиком не увидел, он аккуратно амортизирует бампером и он не прокинет елку. Например, я вчера вот реально пылесосил, можете сейчас наблюдать кадры. Он наезжает на подставку, потому что она достаточно тонкая, но елка не перевернулась, хотя я думал, что сейчас будет фиаско. Все в порядке. То же самое касается стульев, столов. Он подъезжает, объезжает, ножки стульев, стола. Это очень круто. Опять же, нету мест, которые он пропустит и ваша мебель будет в безопасности. Сам принцип работы его достаточно прост. Он похож на обычный пылесос. Как видите, я им действительно пользовался, судя по тому, что он уже не первой свежести. Тут находится специальная такая вот щетка, которая крутится. И сбоку находится вот еще одна щетка, которая, когда он едет, как бы подтягивает в основную щетку, уже там, где находится насос, там, где втягивается, подтягивает какой-то мелкий мусор. Именно благодаря вот этой щетке он может подъезжать в углы и убирать прям с угла. То есть круглая в угол полностью не заедет, а вот эта щетка подтянет какой-то пыль или мелкий мусор, и он его затянет. Это очень здорово. Сам контейнер находится вот здесь. И на первый взгляд мне сначала показалось, что он достаточно маленький. Ну как, я привык к обычному пылесосу, там, где он большой. И мне казалось, что надо будет часто менять, что он не сможет убрать большую площадь, там, квартиру или дом с одним контейнером. Но вы знаете, первый раз, когда ты убираешь, он действительно набивается прям полностью. Потому что первая уборка для него достаточно сложная. Потому что он наверняка найдет те места в вашем доме или квартире, там, где вы обычно не пылесосили. Это типа там под кроватью где-то, дальний угол. Наверняка вы туда не добирались. Этот же найдет, поэтому он забьется явно полностью. Но когда вы начнете убирать каждый день, и реально он будет по чуть-чуть уже собирать то, что осело в течение дня, то он не набивается. И такой вот бокс можно менять раз в несколько дней, это вполне его хватает. Бокс, кстати, достаточно легко открывается и просто высыпается мусор. Тут находится фильтр, который периодически нужно менять, его мыть нельзя. Не помню название, да и не суть важна, они отдельно продаются. Он, я думаю, что его хватит на полгода, это точно. Ну, опять же, все зависит от того, насколько пыльно у вас в помещении. Что касается автономности, как я уже говорил, тут встроенная батарея заряжается на такой вот док-станции. Он сам подъезжает, сам ставится на зарядку. Хватает ее, ну, так, чтобы вы понимали. У меня общая площадь дома, каждый этаж где-то по метров 70-75. То есть, два этажа 150 квадратов. Реально можно убрать все помещение, останется еще процентов 50. Ну, то есть, реально автономность у него большая. Он может за один раз убрать большую площадь и потратить только половину зарядки. Но это я не ставил турборежим, при котором он прям сильно шумит и максимально работают насосы. Я, честно говоря, не вижу в нем смысла, потому что в стандартном, который по умолчанию установлен, он отлично собирает. И не было ни единого момента, когда он проехал мимо какого-то мусора и не втянул его. Он даже втягивает какие-то скрепки. Вот у меня елочная игрушка упала и там держатель, петелька металлическая. Он ее тоже втянул, хотя не надо было. Ну, я к тому, что мощности достаточно и средние, и хватает ее реально надолго. Еще пару слов по поводу принципа уборки. После того, как он запускается, он полностью сканирует все помещение вот этой башни. И прямо в приложении вы можете сразу наблюдать, как происходит уборка. Сначала он проезжает по всему периметру помещения, так сказать, оценивая его по периметру комнаты. Это очень важно, он не по дому всему ездит по периметру, по стенам, а именно по комнате. И после чего он просто зигзагообразно начинает все убирать. И вот это просто идеальная траектория уборки, потому что так точно он никогда ничего не пропустит. Я уверен, что реально, когда убираете пылесосом, есть те участки, которые вы вроде бы пропылесосили, но на самом деле нет. То есть вроде бы как смотришь, вроде чисто, но на самом деле там пыль. А вот этот пылесос реально все втянет и не останется пыли. Настройка происходит через приложение на ваш смартфон. Есть, естественно, и на iOS, на Android приложение Mi Home для управления умным домом от Xiaomi. Настройка очень простая, занимает она буквально 5 минут времени. Пылесос подключается к вашей домашней сети Wi-Fi, соответственно, управлять вы можете им не только находясь дома, но и где-то удаленно. Например, на работу пришли, вспомнили, что там не запрограммировали или вручную любите запускать. Запустили его, и он у вас там дома пылесосит. Причем, что во время уборки вы прям в онлайне можете наблюдать, где он сейчас едет, что он уже убрал, какая площадь, какой заряд батареи. То есть вся информация у вас есть на смартфоне. Без смартфона также точно он будет убирать. У меня есть знакомая, которая купила такой пылесос и по какой-то причине не знала, что там есть приложение. Она просто его включала, он ездил, убирал отлично, то есть он точно такой же умный пылесос, даже без приложения. Просто с приложением все автоматически становится интереснее. Мне так кажется. Привет, Катя. Такой вот пылесос Xiaomi, я считаю, станет отличной покупкой домой. Но, правда, это тот момент, когда ты покупаешь, ты каждый день этим пользуешься. Причем, что, в общем-то, ты не пользуешься, ты его программируешь убирать на время, ты его даже и не видишь. Просто иногда подходишь и пыль забираешь, а дома чисто. Это очень здорово и придется просто раз в несколько недель пройтись с влажной тряпкой, сделать влажную уборку и все, все будет отлично. И, кстати, по поводу проходимости, очень важный момент забыл сказать. Если у вас есть какие-то ковры или небольшие коврики, то это не станет проблемой для Xiaomi вакуум. Если прям совсем маленький коврик, то, скорее всего, он просто его начнет двигать. Но если это ковер, либо вот у меня, допустим, в ванной комнате вот такой вот коврик лежит, ну, я не знаю, метр на полметра с такими волосатый коврик мохнатый, он на него отлично заезжает и отлично его чистит. То есть он не двигает его. И это здорово. У него есть такая вот как подвеска, то есть он может ехать выше, может ниже, он ездит достаточно мягко и высота небольшая. Он заезжает, если у вас, допустим, какое-то кресло низкое, то он с легкостью туда проедет. Даже с шваброй туда уже сложно достать, а он заедет. Поэтому я очень рекомендую к покупке этот Xiaomi вакуум. Я сам им пользовался и буду пользоваться дальше. И реально, жизнь изменилась, потому что нету этого красного дня в календаре, когда надо пылесосить. Я это дико не люблю. И благодаря вот такому пылесосу это просто гора с плеч. Ссылку на этот пылесос я обязательно оставлю в описании. Переходите. Я думаю, это станет отличным подарком на Новый год или на любой другой праздник. Просто уже настроение новогоднее. Поэтому говорю так. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня и яркого настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok